Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Детей сносило, машины тонули. Кажется, такого дождя в Барнауле еще не было. Какие выводы сделаны? Напрямую по фиксированным билетам в край запустили еще один субсидированный рейс в Пермь. В памяти кумире сотни барнаульцев несли белые розы Юрию Шатунову. Десятки машин пострадали в результате потопа в Барнауле, который накрыл город накануне. Во время ливня некоторые автомобили почти полностью оказались под водой. Пострадали пешеходы. На улице Попова ребенка унесло течением. Подростка удалось спасти. Подробнее о последствиях потопа, а также планируют ли в мэрии решать проблемы с ливневками, расскажет Ирина Корчагина. Для этой ливневки нужны водолазы. Павловский тракт Попова-Семенова – самые морские участки города. Накануне улицы здесь просто ушли под воду вместе с машинами и пешеходами. Эта история могла закончиться трагедией. Пересечение улиц Семенова и Попова. Ребенок переходил дорогу, как вдруг его начало уносить потоком воды и затягивать под машины. К счастью, подростка спасли прохожие. Нам удалось связаться с одним из спасателей ребенка. Мужчина рассказал, что течением унесло мальчика около 10 лет. С ним все в порядке. А вот что теперь делать смелым водителям, которые оказались на гребне волны – вопрос интересный. И его возможно решить только в рамках судебных процессов. Пока количество пострадавших неизвестно. Судя по кадрам, ремонт обойдется в круглую сумму. Кто в луже стоял, кто стоял на дороге, чтобы не ехать по этой луже. Кто-то стоял так же с открытыми дверями, что вода и вытекала с машины. Мне, чтобы сейчас исправить это то, что он мокрый был, мне придется разбирать машину, вытаскивать пол, просушивать, химчистить его. Машина, вон, все, поплыла. Вон чей-то номер. А это уже номера, которые ждут своих хозяев. Их нашли дорожники на улицах Малахова и Антона Петрова. Всего было найдено порядка 10 таких номеров. За некоторыми уже приехали владельцы. Кстати, жители улиц Попова и Семенова такие кладбища номеров совсем не удивляют. Мы здесь живем уже 10 лет в этом районе. И получается, постоянно, как только начинаются такие дожди, даже не такие, даже меньше, домой попасть невозможно. Дети тонут, взрослые грязные, мокрые. Тут устали копать торшею, чтобы ливневку закопать. Ее закопали. И она теперь вся наполнилась водой. Об этом проблемам-то участки знаем давно и принимали соответствующие меры. На сегодняшний день у нас состоялись конкурсные процедуры по прочистке. Как раз участки ливневого канализации попалось к Монтракту, куда подключается вот эта сеть с улиц Попова. Ведь видно и по кадрам, когда такой большой объем воды, очень большой поток грязи еще и наносов, который забивает трубу и уменьшает упопускную способность. Как нам пояснили в мэрии, в городе 128 километров ливневых сетей. И значительная часть была построена еще в 70-80-х годах. В то время ливневки рассчитывались на другой расход и иные площади. Поэтому в перспективе на самых проблемных участках необходимо построить новую магистральную ливневую канализацию. На это уйдет порядка миллиарда рублей, так что проблема не решится завтра. А в МЧС тем временем предупреждают, в ближайшие дни край снова накроет ливнями и шквалистым ветром. Вот ребята едут на электросамокатах! Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. За эти выходные в Барновынском поселке казенная заимка утонул мужчина. Подробности неизвестны. В целом же с начала года в водоемах Алтайского края погиб 41 человек. Инспекторы ежедневно проводят профилактические рейды, чтобы не допустить трагедии. Так в минувшие выходные правоохранители вынесли предупреждение шестерым подросткам. Находясь на водном объекте, вы должны были находиться в сопровождении законных представителей или родителей. С начала лета на водоемах Центрального района инспекторы провели 52 рейда. По итогу нашли там 78 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Причем, по словам правоохранителей, чаще всего беспризорно отдыхают подростки с 14 до 17 лет. Инспекторы напоминают, что родители должны волновать вопрос безопасности детей. Когда выявляем несовершеннолетних, составляем акты, передаем законным представителям, проводим соответствующие профилактические беседы, выдаем памятки, направляем в комиссию по делам несовершеннолетних, где с ними также проводятся профилактические мероприятия. Ну а в случае повторного выявления несовершеннолетних, тогда уже решается вопрос об остановке на профилактический учет несовершеннолетних и привлечении законных представителей к административной ответственности. Грецкие орехи не сделают грудное молоко более качественным, а большая женская грудь отнюдь не залог обильного питания младенца. Это мифы, которые сегодня развеяли специалисты Барнаульского родильного дома номер 2. В день грудного вскармливания они рассказали об огромной пользе молока мамы для новорожденного. Здесь годами младенцев прикладывают к груди сразу после появления на свет. И несколько лет работает отдельный специалист по грудному вскармливанию. Подробности у Татьяны Голубевой. Итак, каждые роды, будь то операция или естественные, младенца после рождения не уносят от мамы, как было 20 лет назад, а сразу прикладывают к материнской груди. Самое главное и важное, чтобы ребенок как можно быстрее сумел приложиться к груди и получить это первое очень питательное и жизненно важное молозиво. Но потом мама, конечно, уже сама с большим удовольствием поддерживает грудное вскармливание, когда с ней правильно работают и правильно ей все объясняют. Уже несколько лет во втором Барнаульском роддоме есть отдельный специалист по грудному вскармливанию. Это ее работа – учить молодых мам, как правильно прикладывать ребенка к груди. А ведь это целое искусство. Когда ребенок лежит на спине, очень многие мамы даже не догадываются, что на спине и на спине, да, и когда говорят, что попробуйте сами лечь на спину, положить голову на бок, широко открыть рот и сосать. Это очень тяжело глотать, да, то есть дети такие же люди, только маленькие. Когда ребенок сосет только сосок, он получает капли молока. Когда ребенок правильно приложен к груди, он получает струи молока. Этот 4-килограммовый малыш родился 28 июля. Данил уже второй ребенок Марины. Говорит, дочку кормила почти до двух лет. Раньше специалистов в родильных домах не было. Тонкости грудного вскармливания изучала в интернете. Теперь проблем не испытывает. А как часто Данил кушает? Ой, ну каждые 2-3 часа кушает сейчас. Ночью почаще даже. Потому что раньше, говорит, по расписанию приносили, а теперь как захочет, так и кормит. Да, да, по требованию. Чтобы было больше молока, мама должна быть в хорошем настроении, потому что все завязано на гормоны. Гормон окситоцин дает нам возможность свободному выходу молока. Гормон адреналин, когда мама в стрессе, когда она нервничает, когда она, боль какая-то. Гормон адреналин все закрывает, окситоцин открывает. То есть наша задача, чтобы мама была в комфорте. Для женщин в роддоме работает школа подготовки к родам. И здесь им тоже стараются донести важность грудного вскармливания. В том числе для будущей жизни нынешних младенцев. Если мама даже во время грудного вскармливания где-то летает, то есть она физически здесь, а психологически отсутствует, у ребенка, например, формируется ощущение некой опустошенности эмоциональной. И тогда любой стресс в дальнейшем в жизни проживается как потребность заедания, потому что успокаивается человек, когда кушает. Помешать приложить малыша к груди, по словам врачей, может лишь необходимость оказания ему реанимационной помощи или у мамы обнаружены серьезные инфекции. Если оба чувствуют себя хорошо, то процесс происходит естественно. Кстати, нам сегодня рассказали, что полезные свойства грудного молока сохраняются долго, так что корниться ночка или дочку можно и до момента, пока он сам сможет сказать маме спасибо. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский, День Столком. В центре Барнаула до конца лета разобьет новый сквер. Он появится у торгового центра Galaxy взамен прежнего. У современного зеленого уголка интересный ландшафтный дизайн. Он основан на большем числе зеленых насаждений, разнообразных растениях и включает в себя малые архитектурные формы. Эскиз будущего сквера. Новый зеленый уголок пока существует только на бумаге, но меньше чем через месяц он обретет реальные черты. Рекультивация участка в центре города уже началась. Две сотни ветхих деревьев и кустарников заменят 500 с лишним новых. Среди них можжевельник, пирамидальные тополя, черемуха и разные крупномеры. От летнего зноя и высыхания насаждение защитит автополив. Такую систему в зеленых зонах нашего города применяют впервые. Мы снимаем старый асфальт, будет уложена плитка. То есть крупная плитка, она будет смотреться по-другому, будет очень все современно. В общем, мы считаем, что это будет одно из достопримечательностей, условно говоря, нашего города. Работы по благоустройству сквера планируют контролировать в ежедневном режиме. А после сдачи объекта обещают своевременно проводить обрезку, пересадку и замену насаждений. Если вдруг мы видим, что кустарник или дерево погибает, безусловно, будем говорить об этом подрядчику. И будет произведена необходимая замена. То есть на постоянном режиме будет произведиться этот контроль. В обновленном виде сквер предстанет до дня города, который пройдет в Барнауле 3 сентября. К этому времени здесь появятся урны, лавочки и другие архитектурные формы. Здесь же установят памятник строителям. Четырехметровую стеллу откроют уже на этой неделе, в канун праздника Дня строителей, который отмечают во второе воскресенье августа. Елена Макаренко, День с толком. Перерасчет пенсии, подражавшая ОСАГО, возврат тревожной кнопки и вычет за спорт. С сегодняшнего дня для россиян, в том числе жителей Алтайского края, вступило в силу несколько изменений. Подробности далее. Август начинается с увеличения выплат работающим пенсионерам. Надбавку рассчитывают, исходя из взносов, которые работодатель перечислил с зарплаты пенсионера в прошлом году. Но по закону размер повышения не может превышать 354 рублей. Добавим, увеличены пенсии и людям старше 80 лет. Выросла и стоимость ОСАГО. Так, ставка базового тарифного коридора отколеблется в пределах от 1646 до 7535 рублей. Рост цен на полисы страховщики объясняют 30-процентным подорожанием запчастей и убыточностью этого вида страховки. И еще одна новость для водителей. Правительство страны вернуло так называемую тревожную кнопку. С августа ее установка для легковушек, автобусов и грузовиков обязательно. Алтайские пассажироперевозчики отнеслись к этому скептически. Мы пробовали в тестовом режиме это, да, потому что возникают какие-то ситуации конфликтные или что-то. Но опять же, это не работает на должном уровне. Почему? Потому что очень долго прибытие экипажа, это нагрузка на органы, значит, ВД. Лучше бы был какой-то телефон экстренной службы, которые бы прямо на нее сразу позвонили, и она отреагировала, выезжала бы и все такое прочее. Налоговые органы теперь могут передавать информацию о налогоплательщиках третьим лицам. Речь идет о довольно большом перечне сведений от личных данных человека до сумм доходов его или целой организации. Правда, передавать их могут только по согласию человека или компании. Вот как прокомментировали новшество в налоговой службе Края. Цитируем. Представление согласия обычно связано с необходимостью получения сведений о налогоплательщике каким-либо третьим лицом. Это могут быть разные государственные органы или кредитная организация, готовые оказать налогоплательщику услуги или функции, возложенные на них в соответствии с законодательством Российской Федерации. И еще одна новая фишка. С 1 августа зарегистрироваться как самозанятым можно на госуслугах. Все, что нужно, подать заявление с электронной подписью. Елена Макаренко, День с толком. Барнаул напрямую связали с уральским городом Пермь. В эти выходные прошел первый авиарейс между столицами наших субъектов. К радости авиаперевозчика желающих было достаточно. С какой целью летят к нам, а мы к ним. И что еще мотивирует на такое направление, смотрите далее. Водяная арка для самолета из Перми – торжественная церемония для важного события. Барнаул и Пермь связаны прямой воздушной трассой. В это воскресенье в столицу нашего края привезли первых желающих увидеть Алтай. Для туризма. Что планируете у нас посмотреть? В сторону Чимала поеду. Алтайский край? Меня сестра притащила. А куда поедете? А сестра маршруты провожила. О, господи, Кучерва, по-моему. Кучерлинские озера. Ну, нам завораживает? Я с интересом ожидаю этого похода. Туристы, конечно, не все. Часть пассажиров приехали к родственникам. Но и для них поездка была приятной. Время в пути всего два с половиной часа. Это удобно для пассажиров, для перелетов по стране. Как говорится, не через Москву. Это экономично и сохраняет много времени полезно для людей. Приятная цена. Барнаул-Перим стал еще одним субсидированным рейсом. Это значит, регионы договариваются о прямом авиасообщении, то есть софинансировании полета. В данном случае уральский город был крайне заинтересован в рейсе на Алтай. Затем авиакомпания защищает расписание и получает субсидии с федерального бюджета. За счет этого цена билета становится фиксированной. Здесь средняя стоимость составила 2800 рублей в одну сторону. По словам депутата Госдумы Даниила Бессарабова, Алтайский край востребован у многих территорий. Это территории Урала, это Екатеринбург, это чуть подальше Казань, это Сибирь, Омск, Новосибирск, Красноярск. Другие территории, где желающие посетить Алтайский край могут воспользоваться субсидированными авиабилетами. На это выделено 92 миллиона рублей. Более 900 рейсов запланированы в Алтайский край. Количество пассажиров составило 64, на вылет 60. Рейс для нас новый, данного рейса в нашей истории никогда не было. За такой промежуток времени достаточно хорошие показатели по продажам, тем более больше половины воздушного судна заполнено. Достаточно большая загрузка для данного направления, тем более для первого рейса. Не прошло и часа, как на трап поднимаются уже алтайские жители. Лечу в Фермь. Это обалденный город. Вот я с Алтая, хочу посмотреть, что в Фермь. Что планируете посетить? Может быть конкретное место есть? Конкретного нету. Ну, есть в гугле. Посмотрю все, что возможно. Кстати, с августа, по информации регионального Минтранса, должны запустить прямое направление в Омск. В целом же за год субсидированными рейсами пользуются 65-70 тысяч жителей Алтайского края. Что касается города Пермь, то пока известно, что это направление будет сезонным, ориентированно, но все-таки на туризм. Полеты будут происходить дважды в неделю, во вторник и воскресенье. Анастасия Драган в одни быстрецкие день с толком. В Черезском районе археологи обнаружили захоронение 3-4 тысячелетия до нашей эры. Раскопки велись в рамках международной археологической экспедиции «Большой Алтай. Тюркское наследие. Синтеллект-22». По данным пресс-службы классического вуза, в бангельнике афанасьевского времени раскопали останки подростков, предварительно мальчика и девочки. Их неофициально прозвали Ромео и Джульетта. Правда, руководитель экспедиции рассказал нам, что далеко не факт, что захороненные дети разнополые. По словам Сергея, они вполне могли быть близкими родственниками. Так что Ромео и Джульетта – слишком условное название. Руководитель экспедиции добавил, что чаще всего в таких захоронениях обнаруживали взрослых людей, а не подростков. Именно этим оно и интересно. Будут ли проводить генетические исследования, Сергей пока не знает, но раскопки планирует продолжить. Правда, уже в следующем году. Под его песней влюблялись на дискотеках страны и продолжают танцевать в 21 веке. Больше тысячи барнаульцев пришли почтить память кумира «Миллионов» Юрия Шатунова, который скончался в конце июня от обширного инфаркта. Концерт прошел в парке «Изумрудный» и собрал большое количество поклонников. Наша съемочная группа побывала на музыкальном вечере. У стихийного мемориала «Белые розы». На входе в «Изумрудный» неиссякаемый поток людей. На сцене музыканты исполняют хиты, которые уже давно ушли в народ. «Детство, детство, белые розы, седая ночь». Песни Шатунова поют абсолютно все. Этот концерт организовали сами горожане и приурочили его к грустной дате – 40 дней с тех пор, как Юрий Шатунов покинул нас. «И упав на колени, забуду про гордость и прошлое ссоры». Хороший человек, но нашего детства, ностальгия. Память, жару там. Жатунова, ты без нее детство. Я на них курс. Понимаете, это память. Я хоть и старый, но это память. А песня-то нравится Шатунова? Ну, мы же на этом родились практически на нем. Мы не родились, женились. Почтить память, попеть и потанцевать. На песни кумира мама и папа шли с детьми, которые тоже подпевали. Среди поклонников творчества Юрия Шатунова оказался и особенный гость-меломан – собака по кличке Майор. Приобщить его. Так он музыку любит. Он меня и позвал. Он новости последние слушает. Говорит, поехали в парк. Юрий Шатунов скончался 23 июня. У 48-летнего певца не выдержало сердца. Вместе с музыкантом ушла и целая эпоха. В конце 80-х певец собирал целые стадионы, а его песни звучали во всех городах страны. Сегодня певца нет, но без его хитов не обходится ни одна свадьба. Его хиты продолжают звучать по всей России и объединять огромное число людей. В том числе и благодаря таким музыкальным встречам. Валентина Аскерова. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok